Анатолий Гайл працуе водителем у Лесгасе больше, как 30 годов. За бездакорное выконание своих обовязков неодноразово был отзначен узнагородами и дипломами. Мужчина признается, что николе не шкодовал о выборе профессии и месте працы. Когда-то возил брату, 23 года провозил брату лесорубу, а потом пересел на лесовозе. Нормально работает. Задоволена обранной профессией молодой специалист Полина Сильченко. Выбор был вельми простым. Батька працуе в Лесгасе 20 годов, до того же девчонка с детинства жадала унести свой уклад у захование родной природы. Работаем очень много. Это включает и посадку лесных культур, и дополнение, и все отводы, главное пользование промежуточное. Будокошелевский Лесгас не только один из наистарейших на территории в области. А пошние годы предприемства характеризуются, как одно из самых стабильных. За высокими экономичными показчиками у первой джаргу стоит высокий профессионализм коллектива. Лепшие супрацовники, а так само ветераны Лесной Галины, отримали дипломы и подяки за пленную працу. И еще одним подарком стал новый администрационный будинок, куда работники переедут у студени. Чтобы достойно они в этой новой конторе помогли им добиться хороших результатов. Они сейчас хорошо добились хороших результатов, увеличились объемы производства, я хочу сказать. Они достойно поработали на буреломах, никаких проблем не было, выполнили все плановые задания. И полностью выполнена вся программа за 2016 год. Будокошалевские лесоводы пережили разные периоды становления своего предприемства. Было шмат непростых моментов, однако они за все дизгодностью переодолевали складанности. И сегодня протягивают по господарску заховывать и помножать природное богатти своего краю для нашатков. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» СБУ до Кошалева.